С вами мой студент. Добрый день. Сегодня мы с вами рассмотрим очень интересный вопрос. Вопрос об испытаниях приборов, оборудования, электронных приборов, электрофехнического оборудования, об испытаниях на различные воздействия. В частности, на механические и электрические, на электрические и магнеты воздействия. Ну, поскольку лекция короткая, то мы не будем разбирать метрологическое воздействие, рассмотрим на электромагнитное воздействие. Так можно организовать испытания по расходу. Вот мы построили прибор. Он работает с электрическими и магнитными сигналами, которые имеют определенные диапазоны частот и определенные напряжения, и определенные, регламентированные на глупости электрические, так и магнитные, как непределенные, так и метрические. Проверка этих приборов посвящена специальных установок. Эти установки были разработаны в начале прошлого века. Они разрабатывались как в Германии, так и в России. В России наиболее заметный вклад в воспитательную технику. Электрические, магнитные, внес член-корреспондент МГУ Аркадий Владимир Константинович. А в Германии Эрвин Маркс занимался этим и вопросами. Так что известная установка, которая называется, носит название схемы Аркадьева Маркса. То есть это генератор импульсных ступеней, ГИМ сокращенно, который имеет несколько конденсаторов в ступени, которые последовательно разряжаются, параллельно заряжаются и последовательно разряжаются. При параллельном заряде на них образуется одинаковый потенциал. Но в последовательном разряде на нагрузку эти потенциалы на конденсаторах складываются. Через коммутаторы разряд происходит в конденсаторах. В качестве коммутаторов как механические. Позу Аркадьева совместно с другим автором. Был механический переключатель между конденсаторами. И также газоразрядные переключатели. И кровые разрядники. Тоже конденсаторами. Такая схема обеспечивает его высокое напряжение. То есть до миллионов вольт. До десятков миллионов вольт. Известны были установки производства газоразряд в своё время. Установки они были до шести миллионов. Вот для испытания высоководных элементов высоководных передач. Линировой передач. Изоляторов и так далее. Вот такие генераторы. Они формировались в многонезаводственные электрические поля. Таким образом, помещая под многопроводную линию передачи, в которой формируется импульс высоководный, помещаясь в мой прибор, вы получаете оценку его работоспособности. Будет он после электрического удара молнии работать или не будет. То есть это испытание практически на молнии. Следует отметить, что в технике в очень широком технических применениях метеороэлектрические поля используются мощные. И не только молнии формируют эти поля. Кроме электрического поля, молнии формируют также магнитные поля. Потому что разряд молнии, это несколько десятков, может быть даже, несколько десятков тысяч ампер. растекает и формируют всякие поля магнитные. Ну, для формирования метеороэлектрических магнитных полей здесь применяются параллельные включения конденсаторов. Также они параллельно заряжаются и параллельно разряжаются, формируя мощный пучок. Мощный пучок электроник, создающих магнитные поля. Но, к сожалению, вот раньше до определенного времени мы и не могли формировать определенных полей в достаточной мощи, которые, в принципе, существуют. Вам нужно проглачать, например, параллельно для исписания материалов. металлов, ферромагнитных сплавов и так далее, и так далее. И для испытаний полупроводниковых сплавов на воздействии магнитных полей, которые будут встретиться как в результате грозы, так и в результате электромагнитной вимпуса ядерного взрыва. Вот для создания таких сверхмощных полей у вас по форме слуга предложил в свое время по одной из организаций предложил следующую схему генератора высокомощных магнитных полей. Вот она наверху, значит, сверху изображена классическая схема Аркадия Маркса. Но Аркадий мы знаем, он член-корреспондент, Маркс, его имени существует, существует премия, существует премия его Институт высоких магнитных полей. А внизу вот наша схема, которая изображена. Здесь она отличается тем, что разрядники расположены вдоль кольца, а уже по периферии расположены накопители, емкостные накопители конденсатора. Ну, пунктиром они связаны, здесь я сопротивление не рисовал, все понятно, что должны быть зарядные сопротивления и подсоединенные к источнику труб. Поэтому это не сухватно. Здесь важно было показать, что именно разрядники все свернуты в кольцо, и в середине кольца формируется как раз мощная магнитная индукция B под воздействием тока и разрядов. Вот на эту схему кольцевую было получено свидетельство. Ну, поскольку ваш покорный слуга обратился в Институт Министерства обороны Владимира Бунистерства, то здесь уже товарищи, генералы, в частности, вот Сикарев Владимир Александрович и другие помогли оформить эту заявку. И эта заявка пошла и получила свидетельство авторское, которое в настоящее время не публикуется только по той причине, что варианты, рассмотренные варианты применения этой схемы, они под юрисдикцией вот этих вот военных структур. А то вот гражданская идея, с которой я вышел, она мной сейчас изможена. Таким образом, вот применения могут быть как разнообразные, в частности, очень перспективным является накачка лазеров. Магнитные мощные, магнитные поли, используются хорошо для накачки лазеров, в том числе и лазерных лазеров, для создания лазерного оружия. вот такая простая схема, которая, как говорится, пришлось приложить здесь усилий по ее совершенствованию и продолжить дело своего научного дедушки Владимира Константиновича Аркадьева и посильных кладков ввести в это направление. Тем студентам и аспирантам, которые занимаются этим направлением, следует присмотреться к этой идее, которая имеет расширение. Здесь можно рассматривать не только одно кольцо вот этих разрядиков, но и при увеличении их числа они могут быть свернуты в спираль. и так же много кольцевые структуры здесь могут быть рассмотрены для формирования уже сверх еще более мощных структур. Далее, по применению. Вот по применению в частности для создания лазеров, которые имеют высокую, будут иметь высокое КПД. Достаточно высокое КПД. Поэтому, когда вы будете, если кто работает в этом направлении, ну, это направление известно, помню, уразливается в других из техи, в университетике Унин-Баумана, вот здесь студенты могут использовать это в своей практике в курсовых работах, и в дипломных проектах. Ну и, конечно, здесь непочатый край деятельности для диссертационных работ. Он все. И самого высшего уровня. Спасибо большое за внимание. На сегодня лекции окончили. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо.